Здравствуйте, уважаемые коллеги! Меня зовут Людмила Михайловна. Я работаю в санаторной школе-интернат номер 76 Северного округа. Для меня большая честь представлять наше учреждение на этом конкурсе. Я хотела бы рассказать о себе. Родилась я в Хакасии, в далекой Хакасии, в Сибири. А работаю я здесь, в Москве. Я хотела бы рассказать, почему я стала учителем. Учителем я стала, потому что в семье нашей бабушка была учителем русского языка в Хакасском Аале. А вот моя мама, она уже была учителем русского языка. Понимаешь, я хочу показать, что здесь было взаимопоистория, это было насаждение русского языка. А мама потом вынуждена была. Вот исторические свои формы языковые я потеряла. Как это сказать? Учителем я стала, потому что в семье у нас уже и мама, и мои бабушки работали учителями. И когда я с ней шла в школу, я доходила с ней до школы, и потом она меня... Она меня забывала, потому что она жила с этими детьми, она с ними больше общалась, наверное. И вот эти те минуты сейчас, когда я вспоминаю, это были редкие минуты, когда мама уделяла внимание мне как ребенку. Я же... Я часто маму в детстве своем, я ее копировала. То есть я видела, как она готовится к урокам. Я писала какие-то там, не знаю, закорючки и представляла, что это планы моих уроков. У меня куклы были, и я их усаживала и говорила, начинаем урок. Ну вот так я стала учителем. Я люблю интернат, потому что интернат – это дом, который мне помог, помог стать и учителем, и помог стать человеком. Потому что именно вот интернат открыл мне тепло, и я сумела раскрыть свое сердце. Не только для своих родных и близких, но и для детей, которые здесь учатся. Хотя интернат существует у нас 50 лет, а для меня интернат – это что-то новое. Потому что когда я пришла в интернат, в интернате только открывалась средняя школа. И это было для меня, это было очень ответственно, это было очень важно. И первые выпуски, это были, их невозможно забыть, именно средней школы. Это было только то время, когда я пришла в интернат. Знаете, а потом получился такой эксперимент в жизни, это была опять новая ступень моего профессионального совершенствования. Когда у нас в интернате был экспериментальный класс. Это были дети, пришедшие в восьмой класс из всех округов Москвы. Они не учились в нашей школе. И так повезло мне в жизни, что меня назначает администрация воспитателем в этот класс. Который был, понимаете, исключительный. Который был с изюминкой. Он был живой. Он был незабываемый. Для меня это было совершенно удивлением, когда дети выбирают профиль гуманитарный. Это обязывает к тому, что ты должна расти в профессиональном уровне. Ты должна совершенствовать свои знания. И идти со временем. Ты должна жить тем временем, которое идет и которое тебя подгоняет к чему-то новому. Я не могу, ты должен понять. Потому что, понимаешь, это вот дети. И то, что я здесь. Я же жила. Я не уходила неделями. Я вообще неделю не выходила на улицу. Ты вспоминаешь эти годы? Ты просто не представляешь. Ты сам прекрасно знаешь, что я с ребенком здесь была. Но как это еще? Понимаешь, интернет это думает для меня. Они меня не выносили, как котенка. А мне дали силы. Я должна сказать, что, понимаешь, я не могу быть протрудненной ситуацией жизненной. И знаете, именно дети помогли мне выйти из нее. Потому что дети заставляли меня по-другому смотреть на мир. И я благодарна тем детям, которых я учила тогда. Они поддерживали меня своим увлечением, моим предметом. Они меня заставляли мыслить по-другому. И я видела их глаза. Я видела рано утром эти глаза, которые только просыпались. Я видела их на уроках. Я видела поздно вечером, когда мы оставались на какие-то мероприятия. Я жила вместе с ними. Ну, это дом, который мне хорошо, комфортно и замечательно. Вот так получилось, когда у меня появилась Алиночка. То я совершенно по-другому смотрю на эту профессию учителя. Я же была очень, как бы сказать, не замкнута, нет. Но я не могла открыть свое сердце. А ребенок меня заставил, мой ребенок заставил повернуться к детям. И сейчас вот я переживаю тот момент, когда я по-новому смотрю на мир ребенка глазами этого маленького человека. Тем более в условиях интерната родители, они же, они где-то там далеко находятся. В течение недели их не бывает. И я, знаете, когда беру вот этих ребят в этом классе, я общаюсь с родителями. Я всегда прошу, чтобы они мне написали такую, как бы не анкету, да, но информацию о ребенке. Чем он любит заниматься, как его дома называют мама. Потому что для меня тоже очень важен момент, когда ребеночек находится в течение недели. И мне, знаете, приятно назвать его так, ласково, да, как его называют дома мама. И я вижу вот эти глаза, которые ему загораются. И я, знаете, вот, я понимаю, что он увидел, наверное, во мне, но своего родителя, свою маму. Я говорю всегда историческое воспитание. Для меня это не забыть прошлое. Потому что прошлое — это основа будущего, это сегодняшняя жизнь.